О том, как Россия будет развивать сотрудничество с Западом, что возможно и что невозможно в этих отношениях, говорил сегодня министр иностранных дел. Зарубежные журналисты задавали Сергею Лаврову острые вопросы на разные темы. Крым, Сирия, дело Литвиненко и судьба 13-летней девочки из Берлина. И министр, который прекрасно владеет языком дипломатии, сегодня давал настолько прямые и откровенные ответы, что они, видимо, не всегда нравились тем, кто их задавал. Больше 200 журналистов из разных стран собрались в московском МИДе, чтобы услышать оценки мировой политики из уст Сергея Лаврова. Интерес вполне объяснимый, ведь время молчаливого согласия прошло, отметил министр, говоря о той роли, которую теперь играет наша страна в мире. Наши западные коллеги иногда так запальчиво говорят, что с Россией больше бизнеса, как обычно, не будет. Я убежден, что это именно так, и здесь мы сходимся с ними. Больше не будет бизнеса, как обычно, когда нам пытались навязывать договоренности, которые учитывают прежде всего интересы либо Евросоюза, либо Соединенных Штатов, и убеждали нас в том, что это не нанесет ущерба нашим интересам. Эта история закончена. Начинается история, которая может развиваться только на основе равноправия и всех других принципов международного права. Именно поиск компромисса, отметил Сергей Лавров, позволил найти мирные пути решения иранской ядерной проблемы. Удалось запустить межсирийский диалог, участники которого намерены встретиться в конце этой недели уже за столом переговоров, а не решать конфликт при помощи пушек и автоматов. И все это при непосредственном участии России как посредника. По словам министра, активная роль нашей страны в международных процессах позволяет вскрывать подоплеку многих событий. Действия Воздушно-космических сил России в ответ на обращение сирийского правительства реально помогли переломить ситуацию в этой стране, помогли обеспечить сужение контролируемого террористами пространства. И в результате, между прочим, заодно существенно прояснилась картина происходящего, и стало видно, кто борется с террористами, а кто выступает в роли их пособников. Россия будет добиваться неукоснительного выполнения всех договоренностей по Сирии, в том числе и резолюции Организации Объединенных Наций, которая прямо запрещает торговлю с группировкой ИГИЛ. Деятельность этой организации в нашей стране запрещена. Доклад о том, как разные страны выполняют эту резолюцию, сейчас готовится в ООН. По нашим данным, пока в этом докладе практически ничего не говорится о таком феномене, как контрабанда нефти из Сирии в Турцию. Вообще ничего. Это возмутительно. Фактов таких, в том числе благодаря средствам массовой информации, предостаточно. И они должны быть отражены в таком докладе. Мы будем этого добиваться, мы не позволим все это замотать и придать забвению. Внимательно наблюдают российские дипломаты и за выполнением минских соглашений, которым скоро исполняется уже год. Подписанные договоренности должны быть выполнены полностью, сколько бы времени для этого не потребовалось, подчеркнул Сергей Лавров. При этом глава МИД отметил, что его западные коллеги до сих пор путают, кто и что должен исполнять. Об этом он говорил, отвечая на вопрос, кто сегодня в ком больше нуждается, Россия в западных странах или наоборот. Не мы же сейчас бегаем за нашими европейскими коллегами и говорим, ребят, давайте все-таки что-нибудь сделаем, чтобы снять санкции. Отнюдь нет. К нам-то приезжают или встречают нас где-то на международных форумах, наши европейские коллеги и в двусторонних контактах говорят, ну давайте что-нибудь обязательно, ну помогите выполнить эти минские договоренности, а то мы уже от этих санкций слишком большой ущерб несём, и хотим, чтобы поскорее эта страница была перевёрнута. То есть получается, опять мы нужнее в данной ситуации, чем они, в том числе нужнее для того, чтобы выполнять минские договоренности. Хотя минские договоренности – это про украинское правительство и про Донбасс. Но да, у нас есть влияние на Донбасс, да, мы поддерживаем Донбасс. И без нашей помощи, без гуманитарных поставок, наверное, Донбасс был бы в очень плачевном состоянии. Но также нужно влиять и на власти в Киеве. По словам министра, продление санкций против России в Киеве зачастую воспринимается как сигнал, который лишь поощряет и дальше саботировать выполнение минских соглашений. В то же время Сергей Лавров отметил, что вопрос территориальной принадлежности Крыма не может обсуждаться, несмотря ни на какие санкции. По поводу аннексии Крыма еще одно уточнение. Вы говорите о инклюзивности политика. Готовы ли вы начинать говорить с Украиной по поводу возвращения Крыма? Спасибо. Нам нечего возвращать. Никаких переговоров о возвращении Крыма мы ни с кем не ведем. Крым является территорией Российской Федерации в полном соответствии с волеизъявлением народов Крыма. Как отметил глава МИД на международной арене у нашей страны, есть не только интересы, но и ответственность. Прежде всего, перед собственными гражданами и теми, кто уехал в другие страны. Так называемая идея русского мира, в котором своих бросать не принято, где бы они ни находились, ответственность, от которой наша страна отказываться не намерена. Случилось на Донбассе. Как российская дипломатия будет реабилитировать вот такое словосочетание, как русский мир? Потому что вы же всей планете показали, что это не русский мир, а русская война и русская смерть. И вот в ситуации нарушения территориальной целостности Украины... Если вы имеете в виду Будапештский меморандум, то мы его не нарушили. Будапештский меморандум содержит одно единственное обязательство – не применять против Украины ядерное оружие. Никто этого не делал, и никаких угроз применения ядерного оружия в отношении Украины не звучало. Звучала обратная угроза. Юрий Владимирович Тимошенко сказал, что на Донбассе ватников надо атомной бомбой наказать. Что касается русского мира. Русский мир существует. Это не проект. Это объективная реальность. И в Донбассе, когда украинское руководство, пришедшее к власти в результате Пуччи, стало использовать армию против собственного народа, авиацию, помните, как бомбили Луганск, про Одессу я вообще не говорю, никогда этого не будет расследовано. Совет Европы уже сделал заключение, из которого ясно, что украинские власти никогда правды не допустят. И получается, вы знаете, что всем дозволено заботиться о своих гражданах. И только Россия, когда начинает это делать, попадает в разряд агрессоров и нарушителей спокойствия, подрывника всех правил и законов международного общения. Это все от лукавого. В российском внешнеполитическом ведомстве сейчас внимательно следят и за судьбой 13-летней Лизы, из семьи выходцев из России, которые обосновались в Германии. Родители девочки подозревают мигрантов с Ближнего Востока в изнасиловании дочери. Несмотря на то, что немецкие власти пытаются замалчивать эту историю, наши дипломаты намерены добиваться установления истины. Надеюсь, что проблемы не будут заметаться под ковер, и что не будет повторения случаев, как с девочкой Лизой, когда новость о том, что она исчезла, очень долго скрывалась по каким-то причинам. Сейчас, по крайней мере, мы работаем с ее адвокатом, он работает с семьей, работает с нашим посольством. Ясно, что девочка абсолютно точно недобровольно исчезала на 30 часов. Очень надеюсь, что вот эти миграционные проблемы не будут вести к попытке политкорректно залакировать действительность в каких-то внутриполитических целях. Это было бы неправильно. Британский журналист интересовался перспективой отношений с Россией в связи с появившимися на прошлой неделе заявлениями судей в Лондоне, который фактически обвинил нашу страну в смерти шпиона-перебежчика Александра Литвиненко. Не могли бы вы охарактеризовать отношения между Великобританией и Россией на фоне того публичного расследования, которое идет сейчас, где было доказано, что два офицера ФСБ убили господина Литвиненко радиоактивным веществом? Вы сказали, что, если я правильно понял английский язык, вы сказали, что как отношения между Россией и Великобританией выстраиваются, с учетом того, что расследование установило, что ФСБ причастна к отравлению Литвиненко. Вы пошли дальше гораздо, чем судья Оуэн, потому что судья Оуэн, зачитывая свои заключения, не сделал ни одного обвинения, которое не сопровождалось бы словом «возможно», «вероятно», «по-видимому». Изобиловало вот этими терминами выступление господина Оуэна «вероятно», «возможно». И он же даже сказал, что дело основано на веских косвенных доказательствах. Это, по-моему, беспрецедентно для судебной практики, по крайней мере, для дела, которое подается как расследованное беспристрастно и объективно. Особенно мне понравилось, когда премьер Великобритании сказал, что он шокирован, и что расследование подтвердило то, что он знал с самого начала. Это мне напоминает то, что говорили наши американские коллеги в отношении катастрофы малазийского «Боинга» над Украиной, когда они заявляли, что мы ждём окончательного доклада голландского комитета, хотя мы и так знаем, кто это сделал. Это очевидное совершенно совпадение логики и в случае с «Боингом», и в случае с «Литвиненко». Согласен я только в одном, с тем, что сказал британский МИД, что он сказал, что дело Литвиненко ещё больше осложнит наши двусторонние отношения. Вот с этим я полностью согласен. Только не дело Литвиненко, а спектакль вокруг дела Литвиненко. Наше отношение очень серьёзно осложнит. И причём это сделано будет, эти отношения осложнятся без всяких «возможно», «вероятно», «может быть», они точно осложнятся. Более двух часов разговора. Вопросы казались нескончаемыми. В итоге министр даже был вынужден прервать общение, сославшись на плотный рабочий график. Но пообещал при случае обязательно ответить на все непрозвучавшие вопросы. Михаил Акинченко, Дмитрий Волков, Олеся Трофимович, Сергей Валетов. Первый канал.